Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска. Двигатель 3 литра, бензин, коробка автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 246 тысяч километров. Заменю на нем ремкомплект задних суппортов, переборка задних суппортов. Поднимаю автомобиль, откручиваю оба колеса и откручиваю суппорта. Сначала один, затем второй. Поднял автомобиль, снял оба задних колеса, ослабляю болты направляющие. Затянуты очень хорошо. Головка на 14. Также ослабляю головкой на 14 штуцер тормозного шланга. Беру зажим, чтобы зажать, пережать тормозной шланг. Дрэпом, на 20 бюджет 0. так шланг я зажал также ослабляю штуцер прокачки сразу вот теперь можно все откручивать откручиваю шланг снизу поставил тазик откручиваю штуцер прокачки я его заменю на новый и откручиваю обе направляющих направляющая нижняя идет с демпфером верхний идет без демпфера снимаю цилиндр колодки еще маленько походили здесь маленькая неприятность пыльник порванный возможно поршень будет немножко в коррозии сейчас скрою посмотрю но перед этим почищу и помою сам цилиндр от грязи снимаю пыльники пыльники здесь стоят снаружи вычищаю внутри направляющие беру на отвертку на отвертку немножко наматываю тряпку немного чтобы она у нас начало заходить и покручивая до самого конца все вытаскиваю смазки как правило там немного но лучше ее старую убрать бывает чистая смазка тогда я ее не трогаю но здесь мы перебираем полностью снимаю колодки колодки буду устанавливать новые вот эти радиаторы я переставлю на новые колодки и песком тоже переставлю снимаю вот эти противоскрипные пластины чищу их щеткой по металлу внутри снаружи суппорт помыл почистил маленько беру шестигранник металлический и выдавливаю штуцер пока временно закручу пальцы не подставляем пальцы не подставляем туда шел поршень да нет поршень из-за того что он был смазан и он остался целый сейчас протру его нет на нем ни коррозии ничего отлично снимаю пыльник поддеваю его отверткой и снимаю манжет тоже поддеваю отверткой по цилиндру не улазим мою вот здесь под поршнем не было неудобно почистить а здесь почищу мою обдуваю и будем собирать все цилиндр помыл продул поршень тоже помыл продул берем ремкомплект заднего суппорта он идет на две стороны номер 04 479 48 050 комплекте идет два манжета пыльник второй пыльник 4 пыльника на направляющие идет смазка для сборки суппорта и направляющих розовая совсем ее немножко и идет опять же на две стороны все два колпачка на штуцера прокачки два демпфера на направляющие и и две парных шайбы на тормозной штуцер тормозного шланга беру смазку фирмы фиби 31 942 беру один манжет смазываю его смазкой и завожу в посадочное место после того как мы его вставим проверяем чтобы он у нас стоял не провернутый беру пыльник смазываю маленько торец и смазываю маленько внутреннюю кромку на поршень одевая вот эти получается отверстия смотрят внутрь одеваю пыльник на поршень вот он видно как работает беру смазку наношу смазку на поршень и размазываю слишком много не надо но чтобы было достаточно теперь можно вставлять вытираю руки и заводим поршень в цилиндр покачивая немножко из стороны в сторону он должен пойти легко все вот эта смазка которая на поршне она останется под пыльником и будет выполнять функцию для смазки поршня как раз мы сняли пыльник был разорванный но от того что была смазка под пыльником поршень остался живой заводим пыльник сзади придавлено так пальцами и потихонечку его обходим вокруг и заталкиваем спереди все никаких дополнительных приспособлений здесь не надо додавливаем поршень вот пыльник у нас установлен поршень у нас установлен беру новый штуцер прокачки номер 47 547 210 и выращиваю его сразу на место можно прямо здесь сейчас протрем направляющие и установим на одну из направляющих вот этот демпфер протер направляющие почистил резьбу и почистил посадочный подпыльник поддеваем демпфер снимаем его и одеваем новый все но у нас одет берем смазку сразу же смажу смазываю палец наношу маленько сверху также почистил вторую направляющую тоже ее маленько смазываем оставляю смазки сверху тоже теперь идем к автомобилю и добавляем смазки вовнутрь беру с горошину смазки и так гуляем ее и так гуляем ее и так гуляем ее и так гуляем с другой стороны одеваю пыльники какие они плотные не растянутые проворачиваем смотрим чтоб он оделся и второй тоже проворачиваем одеваем пластины я их почистил и так гуляем вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Торцы я мажу смазкой Bosch, номер ее пятерка, шесть на ней, сто пятьдесят сорок четыре. И вот эти места, которые у нас упираются в скобы, я мажу торцы. Одеваю передние колодки. И одеваю задние колодки. Ну а теперь можно вставить цилиндр и перекручивать направляющие. Верхняя направляющая у нас идет без демпфера. Вот этого подпора... Я вовнутрь добавил много смазки. Немножко ее разгоню и лишнюю уберу. Иначе суппорт будет зажимать. Вот и все. Направляющая доходит до конца. Зажимать не будет. Она смазана. Она из wartара доктора. На 29 profesionalях. Т bat 03,003,008,004,005,005,008,005,002,000. Закручиваем. Здесь перепроверяем, чтобы у нас воздух спустил. Пыльники одеты были на направляющие. Берем шланг, я его предварительно почистил. Одеваем на него шайбу и одеваем штуцер. Теперь наживляем. На шланге носик. Он встает в отверстии. Это как направляющие. Поджимаем. В пределах разумного. Сильно давить не нужно. И отпускаю зажим тормозного шланга. Также ослабляю штуцер прокачки. И сейчас пойдет тормозная жидкость с самотеком. Все, жидкость пошла. Я его закручиваю. И теперь прокачаю тормоза после того, как сделаю вторую сторону. Тормоза прокачаю вакууматором. Ну а пока иду, меняю на второй стороне. Все, откручиваю зажим шланга. Вторую сторону я тоже перебрал. Залил тормозу. Тормозная жидкость у меня Toyota. Оригинальный номер ее 08 882 00 190. Этот ДОТ 3 0,5 литровая. Ослабляю штуцер. Одеваю ключ. Одеваю вакууматор. Открываю. И выкачиваю жидкость. Видно, жидкость пошла. Чуть-чуть побольше открою. Все, таким образом. Сейчас прокачаю одну сторону и вторую сторону. Выкачиваю примерно по бачку. Потом проверю тормоза. Педальку. Удалю тормозной жидкости. И еще пройдусь. Заодно я сразу прокачаю систему. Так же и спереди. Удалю тормозной жидкость. Смою подтеки тормозной жидкости. Все. Иду устанавливаю колеса. Со второй стороны я тоже прокачал. Опускаю автомобиль. И нажимаю педаль тормоза 2-3 раза. После этого выставляем уровень тормозной жидкости. И на этом замену ремкомплекта задних суппортов я закончил. Всего вам доброго.